Книга пророка Исаия, глава шестая. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы его. И поколебались верхи врат от глаз восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас. И я сказал, вот я, пошли меня, и сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтоб я исцелил их. И сказал я, надолго ли, Господи, он сказал, доколе не опустеют города, и не останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет, и удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле, и если еще останется десятая часть на ней, и возвратятся, то и она опять будет разорена. Но как от теревинфа и как от дуба, когда они исрублены, остается корень их, так и святое семя будет корнем ее. Второй текст стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Пророк». Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон, и внял я небо содрогание, и горний ангел в полет, и гад морских подводный ход, и дольные лозы прозябание. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и прознословный, и лукавый, и жало мудрые змеи в уста замерзшие мои вложил десницую кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстию водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне возвал. Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, и обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Дорогие мои, в этих двух текстах, абсолютно одинаковых по смыслу, мы видим описание одной и той же истории, как Бог призывает на служение пророка Исайю. Мы видим описание этого события и у Пушкина в этом стихотворении пророк, как приходит Серафим к пророку Исайи и освещает его уста углем, который он взял клещами жертвенника в храме и очищает уста Исайи. Мы видим все, с чего началось служение Исайи. Служение Исайи начинается с освящения его уст и его сердца. Затем Бог призвал его для того, чтобы пророчествовать к народу, пророчествовать к этим людям, которых он хотел бы исцелить и ждал от них обращений и покаяния, но такового покаяния он от них не видел.